Если уж для таких банкоматов, то мы рассматриваем возможность применения и систем позиционирования. Здесь кратко, как я скажу, может быть, ну все знаете, наверное, из автомобилей цивилизации, да, либо есть по GPS, да, система GPS-рекера, которые по вот этим спутникам, которые организованы либо американской системой GPS-рекера, либо наша ГЛОНАСС, либо там развивающийсяся китайский-европейский коллеги. Вот, ну недостаток этих GPS-рекер в том, что если оно пропадает в тоннеле, можно их заглушить при помощи. Куршилки. Вот. Есть альтернатива, это ЛПС-системы, которые используют данные базовой станции социальных операторов. Комбинированные системы, в такой и такой момент стоит. Вот. Есть устройства, которые постоянно, так сказать, передают координату на определенный сервер. То есть, если глушок отключился, он не получает в заднее время данные от этого устройства, да, то, по-системе, в них формируется решение теории, то, что возле банкомата включили глушилку. Ну, или есть способ установки так называемого GPS-маяков, который в основном принято с измолчитый, с определенной периодичностью просто выдает сигнал. Вот. Это то, что реально есть для позиционирования. Возможно, и создание отдельных сетей, то есть для позиционирования специально. Но это требует капитальных вложений. То есть, уже как бы зависит от собственных банкоматов и желаний. Вот у нас на нашем стенде, в соседнем зале, вот представлено такое вложение по такому вот оборудованию, по созданию комплексу технических средств для охраны банкоматов. Вот. Впервые, значит, на этой выставке там вот у нас установлен фрагмент, такой стеклянный, сделан зоной 24. Вот. Я говорил вначале, да, проблем с тем, что техническая липленность здесь не работает. Мы не можем, да, задержать на нарушителей, как на классическом объекте, да, когда он там пытается вскрыть дверь, а смотрю, он уже идет, да. Или там стекла, они защитные. Пока он там проникнет на объект, пока он подойдет к банкомату, пока там его уже датчик, да, объемный засечет, да. Значит, есть возможность, так сказать, прибыть его задержать. В зоне 24 он такой туда свободный, он к банкомату подходит, скажем так, легально совсем, и дальше может с ним делать все, что угодно. Система видеонаблюдения, но они записывают на видеорегистратуру, в общем-то, не запрещают ему ничего этого делать. Вот, поэтому, вот, здесь вот тоже присутствуют наши коллеги из компании «Смопскрим». Сделали мы вот такой вот фрагмент зоны 24 стеклянной, вот, там установлен макетик банкомата, который мы сами сделали. В нем стоит извещатель «Шорох», который, я же говорил, два канала либо на разрушение, либо на перемещение банкомата. Вот, и при попытке, так сказать, открыть сейф или переместить банкомат, запускается дымовая система, которая полностью заполняет непрозрачным туманом это помещение, включается хромоскоп, сирена. И такое вот тройное воздействие на нарушителя, как бы, создает ему условия, в которых он, с одной стороны, не может ничего делать, просто потому что он при своем носу ничего не видит. На него воздействует яркий свет, громкий звук, и, в общем-то, кроме желания, как мастер, туда не возникает. И опыт европейских стран показывает, что не возвращаются на такие объекты. Применение даже системно проблемных каких-то объектов, которые вам будет несколько раз, ну, это, знаете, там, дембирные какие-то магазины, один раз играет, потом второй раз приходит. Вот, пока что, действительно, это работает, это действует. Международный стандарт, значит, 62-42-8, по-моему, принят на такие системы, в комплексе стандартов по безопасности. Вот, на среде это можно это все показать, продемонстрировать. Сейчас вот корреспондент пятого канала заявил. Продойдет, попытается, так сказать, переместить банкомат. И, кстати, шорох подаст сигнал на домовой систему. Телеканал «Звезда» вам будет указать тоже, так слышите. Пытались нашу канату красить, ничего не получилось. Телеканал «Звезда» вам будет указать. Игорь Негода. Спасибо. Спасибо. Спасибо.